Всем привет! Меня зовут Мария Сафина, я пищевой технолог, нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Вы находитесь на моем канале Здоровая в Рыжизне и в Удовольствии. Сегодня мы с вами сравниваем нутритивную ценность бургера и полноценного приема пищи по правилу здоровой тарелки, которая состоит из твердого белка, сложных углеводов, клетчатки. Сравним их по калорийности, количеству и качеству, самое главное, белка, жиров, углеводов, наличию и количеству незаменимых жирных кислот, витаминов, минералов и сделаем выводы о том, как же оптимально строить ежедневно свое питание и можно ли включать такие продукты, как бургер, ну хотя бы иногда в свой рацион питания. Итак, поехали! Сейчас у вас на экране появляются все данные о блюдах, которые мы рассматриваем. Итак, бургер взяла самый обычный из Макдональдса, большой, 230 граммов, это примерно, и он нам дает 607 килокалорий энергии. Получаем, соответственно, из белков, жиров, углеводов, которые содержатся в данном продукте. Бургер, наверное, мы все знаем, как выглядит. Это булка, это мало зелени какой-то, даже если она свежая, но ее мало. Это кусочек котлетки, жирный, с высоким количеством переработанных жиров. И это какой-то соус, который тоже дает и углеводную, и жировую составляющую. То есть много действительно рафинированных, переработанных продуктов. И прием пищи, с которым мы сравниваем наш бургер, посмотрите, бургер-то совсем небольшой, 230 граммов и дает какой огромный колораж, 607 килокалорий. Мы сравниваем с полноценным приемом пищи, который нам дает 547 килокалорий по правилу здоровой тарелки. У меня, кстати, есть видео отдельное по правилу здоровой тарелки. Ссылочка здесь внизу. По объему данного приема пищи точно сказать нельзя, потому что здесь входит в состав гречневая крупа. И, соответственно, от того, насколько вы ее разварите, вы можете ее разварить достаточно сильно, можете ее разварить среднее, аль денте, 2 трети готовности. И тогда прием пищи, соответственно, будет меньше весить. И написала здесь массу около 450 грамм. То есть явно это будет прием пищи достаточно объемный, и он будет более нутритивно богатый, как мы убедимся далее. То есть бургер нам в малом объеме дает много калорий, и при этом у нас поступает мало эссенциальных незаменимых нутриентов. Это хорошие качественные аминокислоты для строительства всех наших структур. Это хорошие жирные кислоты с акцентом на омега-3 и омега-9. Вы их в бургере не найдете. А всем нам они так нужны для строительства мембран, для вхождения в клетки головного мозга, для проведения нервных импульсов и так далее. Огромный просто спектр полезных свойств. Также улучшение липидного профиля крови. Не забываем об этом. И омега-9, и омега-3 положительно на это влияют. Далее различные витамины, минералы, витамин D, кальций, различные антиоксиданты. Все они, конечно, есть в полноценном приеме пищи. Поступают из овощей, поступают из зелени, но в бургере, даже если там есть листочек и небольшая помидорка, конечно, этого очень мало. Все это утопает в огромном количестве переработанных жиров и легко усвояемых углеводов. Так как бургер при своей большой калорийности имеет маленький объем, то, съедая его, мы не наедаемся. То есть сытости данный продукт практически не дает. Он быстро переваривается, и мы снова хотим есть. А если мы посмотрим на полноценный прием пищи, здесь есть все факторы для того, чтобы удлинить нашу сытость. Это белок хороший, хорошего качества, незаменимые. Аминокислоты, также из курицы у нас поступают и жиры. Это в том числе насыщенные жиры, это и мононенасыщенные жиры, и немножко полиненасыщенных жиров. Это гречневая крупа. Это самое главное. Качество сложных углеводов тоже очень важно. Но давайте сравнивать по каждому показателю. Итак, по калорийности мы с вами сравнили. Бургер по калорийности больше, по объему меньше. Сытости, соответственно, дает меньше. Полноценный прием пищи по объему больше. По нутритивной ценности, соответственно, выше. И сытость дает на длительный срок, потому что это твердые, хорошие ингредиенты, которые нужно жевать. И которые для своего расщепления нашими ферментами пищеварительной системы требуют время. И белок, сложная структура, и сложный углевод гречка, и достаточно много клетчатки, которые пролонгируют насыщение, замедляя поступление глюкозы в кровь. Петрушечка. И заметьте, здесь еще есть такой небольшой десерт в виде орешков и ягодок, которые уже не приплюсуешь к бургеру, потому что у него и так калорийность огромна, при очень низкой нутритивной ценности. А нутритивная ценность почему нам важна? Потому что мы должны свой организм обеспечить теми веществами, которые входят в состав ферментов, которые обеспечивают наши все биохимические процессы. Если мы не обеспечиваем наш организм незаменимыми веществами, то мы не будем себя хорошо чувствовать. Вот эти обязательные процессы, которые в нашем организме происходят, они просто будут протекать плохо, они будут протекать не до конца. Отсюда и вялость, сонливость, усталость, плохое настроение, только встал, сразу устал, нет сил ни на что, плохой сон, грусть такая вот осенняя и так далее. Потому что сладеньким закидываемся бургерами, сахарожировыми, разными, вместо того, чтобы наконец-то начать формировать свой прием пищи из богатых монопродуктов. Давайте теперь сравним по белку. Из гамбургера у нас поступает 29,7 грамм белка, и в сумме из полноценного приема пищи у нас поступает 41,8 грамм белка, то есть намного больше. При этом полноценный белок в курице 29,1, это именно белок животного происхождения. Если мы посмотрим на белок, допустим, курицы, это белок в щадящей термообработке, то есть он очень хорошо усвоится, он пойдет на строительство мышц, различных внутренних органов и так далее. А что у нас в пережаренной вот этой котлете, это белок плюс высокое количество жира. Конечно, как монопродукт, говядина, которая входит в состав бургера, она классная, но очень часто продукт кардинально меняет свою нутритивную ценность и вообще биологическую ценность для организма после переработки. Поэтому мы всегда учитываем не только сам продукт, но и как он был переработан, через сколько стадий переработки он прошел, что было добавлено в результате его обработки, перед тем, как он к нам на тарелочку попал. Так вот эта котлетка, она, конечно, сдобрена еще и маслицем. Потом посмотрим на состав жирных кислот. И, конечно, здесь будет меньшее усвоение белка, белок будет менее качественный. И как вывод, что, конечно, строительство здорового организма на таком продукте невозможно. Давайте сравним по качеству и количеству углеводов. Гречневая крупа в полноценном приеме пищи дает нам сложные углеводы. Полисахарид крахмал, который у нас, являясь сложной молекулой, попадает в организм, он расщепляется под воздействием амилаза поджелудочной железы и чуть-чуть совсем под воздействием амилазы слюны. Расщепляется до глюкозы, это моносахариды, которые идут уже у нас на выработку энергии. Это длинная сытость, потому что в крупе, в гречневой, сохранилась и оболочка, сохранилась клетчатка, сохранились витамины, минералы. Если мы еще ее не разварили, вот здесь у меня 60 грамм, можно разварить до 300. Прекрасно, это будет огромный объем, но мы не съедим его за один прием пищи и потеряем в нутритивной ценности. Если мы разварим 60 грамм до 100-120 граммов, делаем аль денте, 2 трети готовности, то это будет, во-первых, твердый продукт, который нужно жевать. Это внимание к своей еде, и это будет длительное насыщение. То есть чуть-чуть крупы не довариваем. И здесь поступает белок у нас растительного происхождения. Соответственно, он неполноценный, лимитирует по аминокислоте лизину, тоже белок из крупы. И поступают хорошие углеводы, которые обеспечивают длительную сытость и стабильное пищевое поведение. Далее мы еще посмотрим, какие витамины есть в составе данного приема пищи полноценного. И поймем, что в данной крупе у нас есть те витамины, те минералы, которых никогда у нас не будет в муке, в рафинированной, из которого сделан вот этот бургер. Итак, из бургера у нас поступают углеводы в 66,7. Конечно, это углеводы муки, белой, супер рафинированной, очищенной. Клетчатки в таком продукте будет очень мало. И здесь какой фактор? Нет вот этого фактора сытости. То есть продукт очень быстро расщепляется нашей ферментативной системой. Не затрачивается никакого времени практически для того, чтобы продукт перевести в такое кашеобразное состояние. Часто вот эту булочку белую, ее даже изжевать не надо. То есть она проходит уже рафинирование на производстве. Плюс она часто проходит еще воздействие ферментами отдельно, чтобы она быстрее расщеплялась. Супер расщепленной, да, как протеины, гидролизаты, да, супер расщепленной уже на производстве ферментами, амилазой, например. Для того, чтобы все это быстрее у нас всосалось, расщепилось. И чтобы человек еще заказал, сидя за столиком, ну, допустим, в Макдональдсе и так далее. То есть длительность сытости вот такого продукта, полученного из порошкообразного ингредиента, никогда не получите. Формируйте свой рацион на 80% из монопродуктов, а не из продуктов, которые не созданы природой и сделаны из сыпучих порошкообразных ингредиентов. И также, когда получают муку, то удаляются практически все витамины и минералы. То есть продукт получается очень-очень нутритивно бедный по очень важным и витаминам группы В, и клетчатке, и кальцию, и фосфору, и другим важным элементам. И давайте теперь сравним по жирам. Сколько жиров поступает у нас из полноценного приема пищи? 19,4 грамма, при том, что курицу-то я взяла совсем не курогрудку, а голень. И еще у меня здесь есть орешки, обратите внимание. И из бургера у нас поступает жиров 23,2 грамма. И по составу жирных кислот самое важное. То есть мы смотрим не только на количество, но смотрим и на качество. Потому что вот эти качественные жиры участвуют у нас, как я сказала, в построении мембран и во множестве функций. У меня есть отдельное видео про жирные кислоты, ссылочка здесь внизу. И также очень активно, очень глубоко мы этот урок изучаем на моем курсе. Наверное, это самый такой сложный урок, но в нем нужно разобраться. И тогда у вас будет совершенно другой взгляд на жиры, которые поступают в ваш организм из питания. И вы будете вот эти все жиры поступающие раскладывать на состав жирных кислот и понимать, жиры какого продукта для вас сейчас приоритетнее. Смотрим. Из полноценного приема пищи у нас поступают и насыщенные жиры, откуда? Из курицы, и мононенасыщенные тоже и из курицы, и из грецких орехов. Полиненасыщенные жирные кислоты. Достаточно высокое количество, если учесть, что это только один прием пищи. А их у нас будет, допустим, три. То за день, конечно, мы наберем и мононенасыщенные, и полиненасыщенные жирные кислоты. Омега-3, жирные кислоты, посмотрите, только за один прием пищи мы уже набрали количество. И омега-6 тоже набрали, потому что они есть у нас в продуктах животного происхождения. Самое главное, классное соотношение омега-3 к омега-6 1 к 7,1. Самое хорошее соотношение для того, чтобы и омега-3 хорошо у нас встраивалась в мембраны клеток и выполняла свои функции, и омега-6 тоже выполняла свои функции в организме, это 1 к 5 дефис 10. То есть здесь соотношение сохраняется. Прекрасно. Смотрим дальше. Тоже соотношение, в принципе, хорошее. Омега-3 к омега-6 1 к 8,3. Но давайте сразу внизу-то посмотрим. Посмотрите, сколько трансжиров у нас. Просто огромное количество. Продукт-то высоко переработанный, а трансжиры – это те жиры, которые неприродные. Вот эти, которые возникают в результате очень сильной термической переработки. Это изменение конфигурации молекул жирных кислот. С цисформы на трансформу в результате изменения пространственной структуры молекула не может встроиться у нас в мембраны. И, соответственно, она не может полноценно выполнять различные функции в организме. И даже встраиваться туда, впихивать в эту мембрану, она мешает проникновению в клетку питательных веществ и выводу из клетки различных продуктов метаболизма. И способствует как раз вот этим всем воспалительным процессам. И также трансжиры у нас прекрасно откладываются во все наши жировые депо. Почему? Потому что организм просто не знает, куда еще их деть, куда их пристроить. И вот эти наши бочки все это трансжиры. Поэтому чем меньше трансжиров, тем лучше. По рекомендации ВОЗ это менее 1% от всей суточной калорийности рациона. Но, конечно, как нутрициолог я рекомендую вам все это дело сводить к нулю. Потому что я очень часто говорю, что нет полезных и вредных продуктов. Польза и вред продукта определяется физической активностью человека, конкретным его рационом, его личными потребностями по БЖУ. То есть можно одному человеку дать 300 граммов гречки, для него это будет классно, а для другого человека это будет слишком много. То есть все индивидуально. И вот здесь, наверное, единственный такой вот ингредиент, продукт, про который нельзя сказать, что он для кого-то вообще будет полезен. Он для всех вреден. И вот чем меньше его, тем лучше. Это трансжиры, потому что они просто не могут выполнять никакие положительные функции в нашем организме. А вот гречка, она дает нам множество-множество бонусов. И самое главное, найти золотую середину, найдя для себя количество каждого продукта, согласно вашей физической активности и вашим физиологическим потребностям в калориях, белках, жирах, углеводах и так далее. Смотрим на бургер. Насыщенные жиры здесь выше. Видите, представленные насыщенные жиры это плюс еще холестерин. Обязательно это учитываем, потому что все-таки из переработанных продуктов холестерина поступает достаточно много. А если и насыщенных жиров поступает в профиците, то это способствует развитию атеросклероза. Пока нам 20-25 лет, мы еще об этом не задумываемся. Но когда в 30 лет уже обнаруживается высокий уровень общего холестерина, высокий уровень лип протеинов низкой плотности, то человек уже начинает задумываться. Плюс еще лишний вес, жировые отложения. Человек начинает задумываться, а правильно ли он питался до этого. И что же привело к возникновению данных, может быть, бляшек, атеросклеротических где-то. И вот такие бургеры как раз не формируют красивые сосуды изнутри, здоровые сосуды. И не формируют хороший здоровый липидный профиль крови. Мононенасыщенных жиров достаточно много, потому что их много в говядине, допустим, в свинине. Но здесь мы понимаем, что вместе с ними они классные, они профилактируют сами по себе сердечно-сосудистые заболевания. Но мы смотрим не только на один продукт, но и на контекст, откуда поступают. Поступают из переработанного рафинированного продукта, где много-много трансжиров еще. Полиненасыщенных жирных кислот мало, омега-3 мало и омега-6 мало. Потому что, в принципе, говядина это не приоритетный источник полиненасыщенных жирных кислот. Но когда у нас коровка пасется на лугу, ест травку, конечно, тогда будет выше омега-3 в молоке, будет выше омега-3 в мясе животного, либо если корма обогащает омега-3 жирными кислотами. Несмотря на то, что соотношение жирных кислот хорошее, мы же понимаем, что вместе с ними поступает просто огромное количество трансжиров. А теперь давайте посмотрим по клетчатке. Клетчатка у нас определяет, насколько продукт даст сытость длительную. Также клетчатка это хорошая перистальтика нашего кишечника. И также во всех вот этих вот деленушках, помидорках, огурчиках, укропчике, базилике и так далее, содержатся минералы и микроэлементы, которые тоже обеспечивают различные биохимические процессы в нашем организме. В том числе и витамин С. Всем нам так нужен высокий иммунитет, но за бургерами часто очередь. А вот за петрушечкой очереди почему-то нет. Вот странно, хотя в петрушке огромное количество просто витамина С. Давайте смотреть по клетчатке. В полноценном приеме пищи клетчатки 12,3 грамма. В сутки нужно набрать нам 25 граммов по рекомендации ВОЗ. Это круто. И в бургере в таком большом 3 грамма всего клетчатки. Ну положат там побольше немножко. Но вы же понимаете, что вместе с клетчаткой там поступает огромное количество трансжиров. Еще и рафинированные переработанные углеводы. Ну зачем вам такая клетчатка? Лучше свежие хорошие овощи вам взять. И давайте посмотрим на другие нутриенты. То есть на общую нутритивную ценность. По витаминам и минералам. Вы сразу видите, что полноценный прием пищи из монопродуктов, щадящий термообработки, всегда выигрывает. По каротиноидам. Видите, витамин А. Это наше хорошее зрение. Это красивая кожа. Это профилактика трещин, ранок. В том числе здоровье всех слизистых. В том числе и глаз, и внутренних органов, и влагалища, допустим, у женщин, половых органов и так далее. То есть это хорошая сияющая кожа. Ретинол в бургере его нет. Откуда он там возьмется? Здесь есть. Потому что есть и помидорки, где много каротиноидов, где много ликопина. Они относятся как раз к группе каротиноидов. Итак, витамины группы В. Наша энергетика, наша бодрость. Это выработка нейромедиатора ацетилхолина. Это выработка дофамина, серотонина. Это влияние на выработку адреналина и кортикостероидных гормонов. То есть это наша энергетика и классная мотивация к жизни. Если нет или мало поступает из продуктов питания, главным образом из гречки, риса бурова, перловки, полбы. То есть всех вот этих цельных круп витаминов группы В человек постоянно вялый, круглогодично. А если еще и бургеры постоянно, и мучное в рационе, то, соответственно, здесь будет еще тяга к сладкому и жирному. Потому что выработка дофамина, серотонина и гамма-аминомасляной кислоты у нас очень влияет на тягу к сладкому и жирному. И еще. Наша микрофлора приспосабливается к тому, какими углеводами мы ее кормим. Кормим вот такими вот из бургеров, легкоусвояемыми. Она и будет просить легкоусвояемые углеводы для продолжения своей жизнедеятельности. Это всегда провоспалительный вот такой фактор. Быстрая пища, провоспалительный фактор. А медленные углеводы плюс клетчатка, плюс витамины, конечно, это фактор здоровья. Это фактор того, что мы уже пребиотик в качестве клетчатки, которая содержится у нас в гречке, пускаем в свой организм. И, соответственно, уже формируем здоровую микрофлору. При этом контролируя количество добавленного сахара, конечно. Витамины группы В большое количество в нашем полноценном приеме пищи. Обращаю внимание на В5. Пантотеновая кислота – это красота кожи, волос, ногтей. Витамины В1 и В2 – это витамины, которые входят в цикл крепца. То есть это энергия. Витамин В6 – это тоже энергия и регуляция тормозных процессов нервной системы. То есть это стрессоустойчивость. И всем нам ее так не хватает. Многие покупают магний В6. Посмотрите, сколько здесь магния. В одном приеме пищи мы набрали 57% от суточной потребности. Сколько у нас магния в бургере – совсем небольшое количество. А калорийность-то огромна. То есть ешьте крупы, полноценные приемы пищи. Не надо будет никаких магний В6. Вот этих покупать, каких-то магниевых ванн от стресса и так далее. Хорошая еда – это лучшая профилактика всех стрессовых состояний. Витамин В9 и витамин В12 – очень важные витамины для эритропоэза. И вы видите, что витамина В9, конечно, в бургере нет. Это витамин зеленушек. Это витамин, который сохраняется в нетермообработанной зелени. И посмотрите внимательно на витамин С. Огромное количество – 138% мы уже с одним приемом пищи набрали из нашего полноценного приема пищи. А сколько мы его набрали из бургера – до 1,5%. Вообще ничего и жалуемся на простуду, постоянную ОРВИ, частую заболеваемость. Покупаем какие-то сладкие чаи с облепихой, тоже с сахаром. Опять же, увеличивая воспалительные процессы в своем организме и поставляя нутритивно-бедные продукты. Так вот, круглогодично, хотя бы один раз в день, помидорка, огурчик, листок салата и какие-то ягоды. Там всегда очень высокое количество витамина С, и вы таким образом свой иммунитет формируете в течение года. Витамин С не только является сильнейшим иммуномодулятором, это также витамин-антиоксидант сильнейший, который прерывает различные перекисные реакции у нас в организме, которые происходят из-за попадания в наш организм и образования там избыточного количества свободных радикалов. То есть это все наше влияние, вот это экология, витамин С очень нам прекрасно поможет его нивелировать. Также это синтез коллагена, у нас из аминокислот, пролина, гидроксипролина. Витамин С как раз помогает формировать прочные шивки между нитями коллагена, тем самым он отвечает за крепость волос, кожи, ногтей и так далее. Отвечает за синтез тоже нейромедиаторов, противовоспалительное действие оказывает. Также у витамина С огромное количество других важных, классных свойств. У меня есть отдельное видео по витамину С. Ссылочка здесь внизу. Витамин С это витамин, который очень сильно и быстро разрушается при контакте с кислородом воздуха, при измельчении и при термообработке. Поэтому все то, что термообработано, мелкое, вот эти мелко нарезанные овощи, сильно переработанные продукты, там витамина С, конечно, не будет. Давайте посмотрим по минералам. Так как высокое количество зелени, там много и калия. Посмотрите, в полноценном приеме пищи здесь, конечно, в бургере калия будет мало. Но зато высокое количество натрия. 87% от суточной потребности мы набираем только с этим бургером. Вы понимаете, да? Мало калия, много натрия. Это фактор возникновения отечности. Плюс еще простые сахара, простые углеводы, которые поступают у нас из бургера. Это человек, который постоянно отечный. Если вы едите много продуктов с высоким количеством соли, с малым количеством калия, и также много сладких продуктов из сладких, высоко переработанных углеводов, это не только сладкая выпечка, но это может быть и пицца. То есть это вот эти все простые сахара, они очень хорошо на себя задерживают воду. Такие люди, они постоянно, вот немножко такие вот отечные, кожа дряблая, да, отечные мешки под глазами, отечность ног очень часто проявляется к вечеру, то есть и пальцы рук тоже бывают. Обратите внимание, если хотите более качественный состав кожи, то меньше соли. В норму вкладывайтесь 2-5 граммов соли в день и соответственно уменьшайте количество простых рафинированных сахаров в рационе и будете классно подтянуто выглядеть. По минералам мы с вами прекрасно видим, что здесь и магния, высокое количество нашей энергетики организма, и фосфора, высокое количество, которое поступает из животных продуктов, из орешков и прекрасно усваивается. Также железо, достаточно высокое количество, железо есть и в бургере, скажете вы, и оно гемовое, оно профилактирует железодефицитную анемию, но вместе с этим гемовым железом из бургера поступает огромное, опять же, количество соли, трансжиров, да, рафинированных сахаров. Часто в булочку еще и сахарка добавляют, чтобы вкусненько было, чтобы захотелось еще что-то заказать. Поэтому железо, конечно, из бургера набирать неприоритетно. А вот кусочек говядинки сделать дома, да, пожалуйста, прекрасно можно набрать оттуда гемовое железо, и именно оно пойдет на профилактику железодефицитной анемии. Далее, кобальт, марганец, который влияет у нас на чувствительность к инсулину, очень важный. Марганца в бургере очень мало, то есть много едим бургеров, переедаем, набираем вес, и у нас изменяется чувствительность к инсулину, то есть падает толерантность к глюкозе. Еще больше набираем вес, получаем инсулинорезистентность, и затем, соответственно, сахарный диабет и все осложнения, ожирение, лишнего веса, сахарного диабета, далее там уже метаболический синдром и так далее. Кстати, совсем недавно добавила в свой курс новое видео про то, как формируется избыточный вес, про распределение жировой ткани по телу, соответственно, про то, за счет чего мы набираем жировые отложения, то есть растет процент подкожно-жировой клетчатки, и что же с этим делать. Ссылочка на мой курс здесь внизу. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка на него здесь внизу. Я там делюсь различными своими новостями из других социальных сетей. В полноценном приеме пищи много меди. Медь тоже отвечает у нас за включение железа в состав гема, то есть как и железо отвечает за оксигенацию нашего организма, за получение кислорода к органам и тканям, а железа и меди достаточно мало в бургере. И вы же прекрасно понимаете, что с ростом жировой клетчатки, с набором избыточного веса, проникновение питательных веществ, проникновение кислорода к органам и тканям уменьшается. Почему? Потому что ухудшается кровоснабжение. Все вот эти капиллярчики, наши сосудики, они пережимаются избытком жировой ткани, плюс жировая ткань плохо кровоснабжена. Там нет вот такой сети капилляров. Если бы жировая ткань была в норме, то капиллярчики прекрасно бы проникали и к мышцам, и к нашим органам, и к нашим костям, и доносили туда питательные вещества и кислород воздуха. И такие минеральные элементы, как селен и цинк, и в одном и в другом приеме пищи их достаточно высокое количество, но, конечно, приоритетно получать их из монопродуктов. Это элементы, которые входят в состав ферментов нашей детоксикационной системы печени. Допустим, цинк, медь зависимая, супероксид дисмутаза, которая как раз обезвреживает и различные токсины, и свободные радикалы, которые в норме у нас образуются в организме и поступают избыточное количество из нашей окружающей среды. То есть это тоже наше здоровье и поддержка здоровья нашей печени. Также еще я хотела бы обратить ваше внимание на антиоксиданты, биофлавоноиды различные, ликопин, каротиноиды, антоцианы различные, которые содержатся именно в свежих овощах, свежей зелени и монопродуктах. В бургере у нас, конечно, не будет высокого количества антиоксидантов, а мы все так хотим молодость, прекрасную кожу, высокий уровень энергии. Вот как раз антиоксиданты – это антиокислители, это высокий уровень иммунитета, это профилактика деменции, болезни Паркинсона, вот этих всех нейродегенеративных заболеваний, которые происходят в клетках нашего мозга. Поэтому вот что вы выбираете для своего долгожительства, для своего качественного уровня жизни каждый день. Вот такие вот бургеры различные, нутритивно бедные, которые даже и природой не созданы, природа не создала таких вот непонятно чего, для того, чтобы кормить ими прекрасного человека, прекрасных животных. Бургеры на дереве не растут. А что у нас ближе всего к природе – это, конечно, тот прием пищи, который изготовлен из монопродуктов. Булочка, бургер и высокое количество трансжиров дадут нам сытость на какое-то время, но это больше за счет высокого количества жиров. Они такие ароматные, они нравятся человеку, потому что они дают насыщение. Но здесь они будут давать еще и тяжесть. И человек быстро захочет есть, и он захочет шлифануть все это чем-то типа колы, допустим, мороженого, что мы обычно берем после бургера в Макдональдсе. Вот именно так и делаем. И в составе данного приема пищи есть все факторы для того, чтобы пролонгировать насыщение. Твердый белок, сложные углеводы, клетчатка, которые медленно расщепляются ферментами нашего организма, медленно дают глюкозу в кровь, также хорошего качества аминокислоты, которые формируют и гормоны, и ферменты наши, и кожные, покровы различные, и дофамин, серотонин, различные гормоны, вот эти нейромедиаторы, они тоже у нас белковой природы. Поэтому ваше дело, выбирайте, как вы хотите строить свое здоровье. Конечно же, бургеры и вот такие вот нутритивно-бедные и высококалорийные продукты можно есть все, но вы должны осознавать, какие элементы поступают у вас из данного продукта, в каком количестве и какого качества, как это отразится на вашем здоровье и рассматривать данный продукт, данное блюдо в системе своего здорового рациона. Если по большей части вы соблюдаете режим здорового питания, если 80% вашего рациона – это здоровое питание, это монопродукты в щадящей термообработке, допустим, по правилу здоровой тарелки, и 20% – это различные вот такие достаточно высоко рафинированные продукты, сладости, рафинированный сахар и так далее. На фоне того, что вы все нутриенты незаменимые набрали, в принципе, вы можете съесть там бургер или его часть. Допустим, как основной прием пищи можно добавить к данному бургеру побольше зелени, побольше овощей и, соответственно, просто сделать этот прием пищи более нутритивно богатым и продлить насыщение от данного приема пищи. Еще больше про нутрициологию я рассказываю на моем курсе «Искусство здорового рациона. Как же правильно формировать свои приемы пищи, в том числе и в ресторанах различных». На что обратить внимание? Там тоже есть отдельный урок. Со всеми своими учениками я веду разговоры в общем чате и, соответственно, отвечаю на все вопросы. На моем курсе есть только один тариф, и он весь с обратной связью. Все ваши вопросы по здоровому питанию, которые возникают в результате ознакомления с уроками, я, соответственно, там раскрываю. Ссылочка на подробное описание моего курса и регистрация в ближайшую группу здесь внизу. Желаю вам здоровья! С вами была Мария Сафина, пищевой технолог, нутрициолог. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока! Желаю вам прекрасного дня!